Здарова, народ! Вы на канале Кроноса, и сегодня мы поговорим про третью борду. Очень странно, что по Borderlands 3 так мало контента на русском языке. Игра уже вот-вот выйдет, мы знаем сюжетный замес, всех искателей хранилища, целую кучу новой информации, а всем как будто пофигу. Это несправедливо, и поэтому я заделал немного роликов, в которых мы рассмотрим все скиллы и возможности новых паултхантеров. Зейн Флинт. Наемный убийца, ирландец, алкоголик, искатель хранилища. Перевести класс Зейна можно как агент, так и оперативник. Он брат капитана и барона Флинта с Пандоры, также обладатель крайне харизматичной озвучки. Помощь в убийстве врагов персонажу обеспечивает переносной генератор голографических двойников, генератор щита и дрон СТРЖ. Лично я не в восторге от навыков Зейна, да и все его активные способности несколько вторичны. Мы видели голографических двойников у Джека в предыдущей части, дрона у Вильгельма, а генератор щита, ну, это кое-что более-менее новенькое. Хотя Турели, Роланда и Акстана умели их ставить. Но английское сообщество в восторге от Зейна, так что кто я такой, чтобы судить? Но у Зейна есть одна большая и крутая фишка. Он может использовать целых две активных способности. Но какой ценой? Вторая способность берется вместо гранат. И в каждую способность можно сунуть по два улучшения. СТРЖ находится в ветке киллер. Этот мелкий робот будет летать неподалеку от Зейна и стрелять по врагам из пулемета. Если играли за Вильгельма в пресс-сиквеле, то все в принципе будет понятно. Эта ветка сосредоточена на навыках убийства целиком и полностью. Возможно вам нравятся щиты? Тогда качайте навыки под прикрытием. Тут есть генератор щита как активная способность, улучшение выживаемости и, как ни странно, ледяной урон. Генератор блочит выстрелы врагов, а союзные пули разгоняет, за счет чего те наносят на четверть урона больше. Но возможно вам просто хочется побольше гаджетов. Или напротив, вы не хотите отдавать вместо них гранаты, а планируете постоянно взрывать врагов? Или может быть вы хотите напарника для соло игры? Тогда качайтесь через ветку двойной агент, и иголу двойник будет к вашим услугам. Начнем с ветки киллер и улучшений СТРЖ. Дальше я буду называть СТРЖ либо стражем, либо дроном. Второй тир открывает доступ к зимнему дрону. Это снизит его урон на 20%, но пули станут ледяными. Это хорошо для поддержки и хорошо синергирует с другой веткой Зейна. На третьем тире открывается передозировка. Это улучшение добавляет к вооружению дрона радиоактивный лазер, который будет ослаблять врагов и при этом за каждого ослабленного врага увеличивать скорость стрельбы и бега для Зейна. Бафы? Это всегда неплохо. А еще на третьем тире открывается статическое поле. Это улучшение добавляет дрону электролуч. Он разряжает щиты врагов и пополняет щиты Зейна. Как по мне звучит офигенно, дополнительный заряд щита всегда пригодится на поздних уровнях. На четвертом тире открывается доступ к бумному дню. Это простое улучшение добавит стражу ракетные установки. А еще на том же тире можно открыть улучшение артиллерия Бог Войны. С ним по приказу страж будет сбрасывать бомбы на указанную область и в случае гибели хотя бы одного врага полностью перезаряжать свое время действия. Звучит безумно круто и кажется самым главным апгрейдом, который нужно будет всегда брать для стража. Вызываешь дрона, он с тобой и так будет долго висеть за счет прокачки, а в конце сбросить бомбы и малыш снова с тобой. Ладно, что там по навыкам. Первый тир. Жестокая скорость. 5 очков. Навык убийства, который на 8 секунд увеличивает скорость бега на 20%. Вообще выглядит слабовато, потому что в предыдущих частях, помимо скорости бега, килл скиллы давали еще что-то. Но тут оно нужно для синергии. Да, и кстати, все навыки убийства Зейна работают 8 секунд, кроме одного. Я про него скажу позже. Так что запомните 8 секунд, больше я про них напоминать не буду. Хладностволие. 5 очков. Скорость смены оружия растет на 43%, а также первый выстрел из оружия после смены наносит на 30% больше урона, и этот бонусный урон ледяной. Ну как и всегда, хороший, простой, полезный, удобный навык на скорость смены оружия, плюс приятненький бонус. Я думаю, нужно будет брать в лейтгейме. Жестокая инерция. 5 очков. Пока Зейн находится в движении, он наносит больше урона. Обычная скорость с шагом дает 20% к урону. И вот он, навык для синергии на скорость бега. В принципе, в борде стрельба на бегу это не редкость, и этот навык можно брать самым первым вообще без вреда для себя. Второй тир. Холодные руки. Навык убийства. Скорость перезарядки Зейна растет на 13%, а после убийства еще на 17%. Простой и хороший навык. Перезаряжаться в игре все равно приходится постоянно. Дрон доставляет. Одну очко. Раз в 15 секунд страж будет сбрасывать на врага гранату, причем ориентируясь на моды гранаты самого Зейна. Для одного очка выглядит очень даже неплохо. Спасение. 5 очков. После убийства Зейн получает 10% вампиризм для пушек. 10% урона преобразуется в хп. Это очень хорошо на самом деле. В такой игре как борда вампиризм это мощнейшая механика. Третий тир. Смерть наступает на пятки. Одну очко. Теперь навыки убийства длятся на 7 секунд дольше и становятся эффективнее на четверть. Дальше навыков убийства будет еще больше, и не вкладывать сюда одну очко просто глупо. Четвертый тир. Жестокая жестокость. 5 очков. После убийства Зейн получает 20% скорострельности. Чистый бонус к урону. Берем. Грязная игра. 5 очков. После убийства 5 следующих выстрелов Зейна имеют 50% шанс сделать двойной выстрел. Немного странный навык и в теории может давать большущий бонус к урону, особенно с каких-нибудь ракетниц, но скорострельность выглядит как-то надежнее. И да, этот навык не имеет ограничения по времени в 8 секунд. Пятый тир. Пользуясь моментом. 3 очка. Убийства врага продлевают время действия активных способностей Зейна на 12%, но каждое новое убийство продлевает все меньше и меньше. Снова, отличный навык. Чем дольше ваш дрон, щит или клон на поле боя, тем больнее врагам. Финальный тир. Красная пелена. Включение активного навыка врубает все навыки убийства Зейна. Офигенный и очень правильный навык. В пресиквеле у двойника Джека в целом было что-то подобное, и это правильное решение. Врубил дрона, и вот у тебя на 15 секунд вампиризм, скорострельность, ускоренная перезарядка. Даже если за это время ты никого не убьешь, это довольно большие бафы. Переключаемся на ветку под прикрытием. Она сосредоточена на выживаемости, и ее активная способность – барьер, который генерирует щит перед Зейном. Щит остается на месте, является неплохим укрытием и разгоняет пули искателей. Как его можно улучшить? Второй тир. Заряженное реле. С этим улучшением барьер будет на 11% ускорять движение и на 20% перезарядку союзников. Эффект длится 8 секунд, если убежать от щита. Неплохой апгрейд, но не слишком внушительный. Третий тир. Наномашины или ЯХЗ. С этим апгрейдом барьер понижает на треть время до зарядки щитов игрока, ускоряет перезарядку на 11% и дает регенерацию здоровья, вплоть до 4%, если хп на нуле. Это улучшение куда больше сосредоточено на защите, и мне нравится чуть больше. Щиты же должны защищать, верно? А еще на третьем тире открываются улучшения со всех сторон. Теперь барьер перезаряжается на 20% дольше, но при этом становится куполом. Опять же, отличный апгрейд, если нужно посреди поля соорудить аналог бункера. Четвертый тир. Расплата. Когда барьер получает урон, искатели хранилища наносят на 10% урона больше, но только пока стоят рядом с ним. Честно говоря, для таланта, который открывается так поздно, это немного слабо. Да, это может бафнуть до 4 игроков, но 10% это не слишком много, да и работает это только возле барьера. Сдерживающие поля. Теперь барьер лупит током тех, кто подошел к нему. Отличное улучшение. Очень поможет против всяких скагов, которые будут пытаться откусить вам лицо. Ну и что там по навыкам? Первый тир. Адреналин. 5 очков. Ускоряет перезарядку активных навыков Зейна. Чем полнее его щит, тем выше скорость, вплоть до 35%. Это дофигища, но в бою щит будет скорее всего неполным. Впрочем, даже так талант выглядит довольно неплохо. Запас прочности. 3 очка. Просто 30% к прочности щита. Много. Нужно. Забираем. К бою готов. 5 очков. Щит перезаряжается на 30% быстрее, а время его зарядки сокращается на 29%. В принципе, неплохо, но многовато очков нужно вложить, как мне кажется. В целом, можно пройти мимо. Второй тир. Заморозка мозга. 5 очков. Каждый крит Зейна имеет 20% шанс замедлить врага. Эффект складывается, при этом врага можно заморозить. Выглядит перспективно. Морозить врага обычными пушками, пусть и не со стопроцентной вероятностью, пусть только через криты. Это все равно очень круто. Закусив губу. 3 очка. После получения урона, Зейн получает 16% сопротивления к этому виду урона. Вас жгут, вы сопротивляетесь огню, морозят, льду. За 3 очка отличный бонус, а еще он усилится в дальнейшем. Держа марку. 5 очков. Зейн регенерирует здоровье. Чем меньше щита, тем больше регенерации. Вплоть до 5% при нуле щитов. Офигенный навык. Щиты пустые, пошел урон по здоровью, но мы же его регеним, брать, брать и еще раз брать. Третий тир. Самоуверенность в компетенции. 1 очко. Чем полнее щит Зейна, тем точнее его пушки, вплоть до 33%, и тем больнее не стреляют, до 20%. Знаете что? Я устану говорить, что все таланты в 1 очко надо брать. Это по умолчанию, правда. Буду говорить только про исключения. Треть к точности, конечно, хватаем. Четвертый тир. Ну, очень дорогая куртка. 1 очко. Любые дот-эффекты действуют на Зейна вдвое меньше. Горение, обморожение, плавление, шок, лучевая болезнь. Прощайте. Лучше подавать холодной. 5 очков. Каждый убитый Зейном враг взрывается и создает ледяную звезду. Ее ж так сейчас называют. Короче говоря, убитый враг взрывается ледяным уроном. Но у этого навыка есть 3-х секундная перезарядка. Вообще любые скиллы, которые подрывают врагов, это вкусняшка. А Зейну еще и в принципе нравятся ледышки. Ремень небезопасности. 1 очко. Зейн получает меньше физического, не элементального урона на 15%. А после убийства врага любой урон, который получает Зейн, становится нестихийным. Это 31% снижение урона с закусом губы. Дофигища. Пятый тир. Освежение. 3 очка. Нанося урон замороженным врагам, Зейн вампире 24% здоровья. Талант очень сильный, но как по мне, сюда достаточно вкинуть и 1 очко. Этого вполне хватит. Спокоен. Собран. Совершенен. 1 очко. Когда Зейн замораживает врага, его щиты мгновенно начинают восстанавливаться. Щиты полны? Тогда восстанавливается хп. 3% на 3 секунды. Хп тоже полно? Активные навыки перезаряжаются, или увеличивается их время действия. Круто. Жопно. Стальные нервы. 3 очка. Пока щит Зейна полон, его точность и удобство оружия растет. Всего набирается до 15 стаков. Точность растет на 6% раз в секунду, а удобство на 7. На самом деле не совсем понятный навык, потому что не написано, что бонус сбрасывается. Если он и правда не уменьшается, это как-то слишком сильно, потому что 90% к точности и 105% к удобству это не просто много, это сломанно. Финальный тир. Оцифрованное отрицание. 1 очко. Барьер Зейна дублирует эффекты его щита. Также барьер дублирует эффект щита Зейна на союзников и усиливает эффект щита самого Зейна. Мне очень интересно посмотреть, какие новые типы щитов придумали в игре, и особенно легендарных. Но даже какая-нибудь пчела из Borderlands 2 выглядит тут совершенно абсурдно сильной. И последняя ветка – двойной агент. Она дает цифрового двойника, усиливает гранаты Зейна и его активные навыки. И это самая странная ветка. Хотите использовать два навыка? Тогда вы жертвуете гранатами, которые могли бафать. Взаим исключающие параграфы. Двойник Зейна при призыве стоит на месте и палит во врагов, но при повторном применении способности Зейн меняется со своим братюней местами. Тактические манипуляции! Двоичная система открывается на втором тире. После перестановки местами клона и Зейна оба испускают волну льда. Против врагов рукопашника выглядит брутально. Третий тир – Шаденфройда. Этот немецкий термин не переводится. Сам навык дает возможность пополнять щит Зейна за счет получения урона клонам. Больше выживаемости? Отлично! Ну и какой из них настоящий? С этим улучшением, после перестановки клона местами с Зейном, враги будут атаковать клона с куда большей вероятностью. Действует 4 секунды и синергирует с некоторыми способностями. Четвертый тир – Двойник-Подрывник. Клон уходит с большим взрывом. Чем меньше тот жил, тем сильнее бахнет. Звучит как полное изменение тактики. Цифровая цепочка. 75% урона по здоровью Зейна переводится на его клона. Хотите жить? Берите данное улучшение. Теперь скорее к навыкам! Первый тир – Синхронизация. 5 очков. Каждый включенный активный навык увеличивает урон от пушек на 20%. Это много. 40% с двумя навыками? Это просто дофигища. Боезопасливость. 3 очка. На четверть повышает размер обоимы Зейна и его клона. Не знаю как вы, а вот я люблю стрелять и не люблю перезаряжаться. Поэтому мне нравится этот навык. Время взаймы. 5 очков. Каждый включенный активный навык увеличивает время действия активных навыков на 15%. Включите два навыка, они будут действовать на 30% дольше. Опять же, это дофига. Если вы планируете использовать два навыка, а я уверен, что почти все будут это делать, это же уникальная фича Зейна. Тогда надо брать. Второй тир – Дани Брук. Отсылка к фильму. 5 очков. Каждый убитый враг дает Зейну и клону 15% к урону от оружия и регенерацию хп в размере 2,5% от недостающего хп на 8 секунд. Как-то даже обидно, что настолько сильный навык не в ветке киллер, но можно совместить. В общем, богато. Фрактальный фугас – 1 очко. Когда Зейн вызывает своего клона, тот сразу же бросает в ближайшего врага гранату. И после смерти клона, тот роняет еще одну гранату себе под ноги. Также, каждый убитый во время существования клона враг дает клону 30% шанс метнуть еще одну гранату. Также гранаты копируют гранатный мод Зейна. Очень сильный талант. Но если вы берете два активных навыка, то о каких гранатах вообще идет речь? Мод «Синяя изолента» – 5 очков. Каждый первый выстрел из оружия имеет 20% шанс пальнуть еще и гранатой, но действует не раньше раз в 8 секунд. Выглядит заманчиво, но нужно тестировать. Если граната летит по траектории пули – это супер круто. Если как обычная граната, то как-то отстойно. С другой стороны, я не хочу, стреляя из дробовика, пальнуть себе под ноги какую-нибудь торговскую гранату, которая делится на 6 гранат, а потом еще на 6 гранат. Короче, для билда с гранатами – очень заманчиво, но надо тестить. Третий тир – «Передышка» – 1 очко. Поменявшись местами с клоном, Зейн тут же начинает восстанавливать щит. Будет классно сочетаться с агро на клоне, но вообще средний талант. Но брать надо. Четвертый тир – «Полные карманы гранат» – 3 очка. Убив врага, Зейн регенерирует 20% гранат в течение 8 секунд. Я что-то смутно понимаю концепцию регенерации 20% гранат, но в принципе я представляю все себе так. Убиваю врагов, а гранаты не кончаются. А если я их использую, то я буду счастлив. Старый «Я» – 1 очко. Во время борьбы за жизнь Зейн может вырубить клона и получить за это второе дыхание. Не любите умирать? Враг постоянно забегает за эти гребаные колонны? Ну вы поняли. Сверхзвуковой человек – 3 очка. Каждый включенный активный навык дает Зейну 12% в скорости бега. Вообще-то неплохо, но для навыка, который спрятан так глубоко – не слишком. В принципе, навыки из этой ветки будут действовать очень долго, а из ветки «Киллер» можно взять жестокую инерцию, так что потенциал имеет. Пятый тир – «Словно призрак» – 3 очка. Зейн и его клон получают 6% шанс тупо проигнорировать пулю. Также на 8 секунд этот шанс повышается на 9% при включении активного навыка. Итого это до 24%. А ведь еще есть шанс, то щиты Владов также повышают этот шанс. Очень круто, но огнеметы, клыки и любые не пули не будут поглощаться, так что не супер круто. Бум! Усиление. 1 очко. Вызывая клона, Зейн тут же скармливает ему вплоть до 3 гранат. Каждая съеденная клоном граната увеличивает ему урон, скорость перезарядки, здоровье, скорострельность и время действия. А в этой ветке мы очень любим, чтобы навыки действовали как можно дольше. Если собираетесь брать 2 активных навыка и кормить клона гранатами, получим супероружие. Дым и зеркала. 3 очка. Зейн наносит 18% бонусного урона в виде урона от шока, если стреляют не по нему. Берите, если играете в пати, или если вы всегда отдаете клона врагам на растерзание. Но, честно говоря, бонус к урону не слишком безумный. А с другой стороны, это всего лишь 3 очка. Финальный тир. 2 ствола. При включении клона, тот получает копию ствола Зейна, который тот держал на момент призыва. Поменявшись местами с клоном, Зейн и его братюня получают бонус к урону в размере 20%. Я думаю, вам не стоит пояснять, насколько сломанные пушки могут существовать в Борде. На этом все. Мне лично Зейн не очень нравится. Я как бы люблю кидаться гранатами, да и его ветки со скиллами меня не слишком вдохновляют. Но, блин, какой у него прикольный голос. Надеюсь, при первом прохождении в пати моим напарником будет именно ирландец Фандоры. Следующая на очереди. Индийская сирена с 8 руками. Что ж, народ, надеюсь, вам понравилось это небольшое видео. Если это так, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Если это не так, ставьте дизлайки и оставляйте комментарии. В любом случае, можете подписываться на меня в социальных сетях. Буду я этому довольно рад. Удачи вам. Встретимся на Пандоре. Надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok